Фула Лайф, меня зовут Роман Полинсков, мы продолжаем серию прямых эфиров о приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Сегодня у нас на очереди Институт фундаментальной медицины и биологии и говорить мы сегодня будем даже в частности об ординатуре. Я представлю спикера, это Алия Марсовна Шигабиева, заведующая центром последипломного образования Института фундаментальной медицины и биологии. Алия Марсовна, вам добрый день, рада, что вы к нам пришли. Давайте начнем нашу программу с такого вопроса, потому что у нас не только сейчас смотрят те абитуриенты, которые целенаправленно хотят идти в ординатуру, нас также смотрят абитуриенты, ребята помладше, еще школьники и предлагают те вопросы, которые у нас уже есть, профильные, разбавить общими какими-то понятиями. Начнем давайте, наверное, с того, что такое ординатура. Слово для всех знакомое, но конкретно никто его, ну точнее, как никто, есть люди, которые не понимают до конца, что это такое. Да, давайте немножко окунемся в историю. В 1804 году в Казанском университете при создании университета уже были созданы биологические и медицинские кафедры, и поэтому история у нашего университета, она неразрывно связана с медициной, с биологией, с великими учеными, такими как Эверсма, Фукс, Груздев, Вишневский, Самойлов. То есть получается, что наша история, она подводит нас как раз и к медицинской деятельности, да, и что получается, что в 2019 году Институт фундаментальной медицины и биологии впервые открыл двери для приема в ординатуру. Что же такое ординатура? Это высшая ступень образования, которую получают наши специалисты, которые хотят продолжить свою деятельность именно в медицинской и фармацевтической деятельности. С 2019 года Центр последипломного образования в рамках Института фундаментальной медицины и биологии выпустил уже более 200 выпускников, которые получили диплом об окончании ординатуры. В этом году у нас уже планируется 170 ребят, которые получат вот диплом данной ординатуры. Почему же люди выбирают ординатуру? Почему же после специалитета вдруг возникает потребность дальше идти в ординатуру? Потому что ординатура, когда у меня это спрашивает, я отвечаю, это осознанный выбор врачей. То есть если вы хотите усилить свои компетенции, если вы хотите получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда в медицинской области, фармацевтической области, вам просто необходима ординатура. И вы, получив новые навыки, вы сможете реализоваться уже и по государственной ветке развития карьеры. Вы сможете получить более достойные карьерные возможности внутри лечебных учреждений своего региона. Тем самым ординатура это такие профессионалы со взглядом победителей, это те люди, которые более уверенно чувствуют себя вот в рамках наших реалий развития медицины. Поэтому всем приглашаем в нашу ординатуру. Давайте мы немножко коснемся того, что же предлагает Институт фундаментальной медицины и биологии в этом году для поступления. У нас реализуются программы по трем крупным группам специальностей. Это клиническая медицина, это науки о здоровье и профилактическая медицина, а также фармация. Что же это такое? То есть три крупные специальности, группы специальностей, они делятся на отдельные специальности внутри. В этом году мы предлагаем 42 специальности. Они базируются на семи наших опорных кафедрах. Чуть-чуть остановлюсь на наших кафедрах. Это те преподаватели, это наша база, которая сопровождает образовательный процесс и доводит ординаторов, начиная от зачисления и до диплома. То есть весь образовательный процесс идет в тесном взаимодействии с данными кафедрами. Наша кафедра внутреннего болезни под руководством Абдул-Хакова Саэра Рустамовича. Он является у нас врачом-гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук, доцентом. Он курирует несколько специальностей, перечислю самые известные и востребованные. Это гастроэнтерология, кардиология, ревматология, терапия, эндокринология, эндоскопия. Если мы касаемся кафедры неврологии с курсами психиатрии, то здесь у нас уже руководитель Гамирова Рима Габдульбаруна, кандидат медицинских наук, врач-невролог. Они курируют наше направление по неврологии. Есть очень большой пласт по кафедре профилактической медицины. Здесь руководителем является Тимир Зянов Марат Исмогилович. Он доцент и начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Тоже большой пласт наших специальностей, такие как клиническо-лабораторная диагностика, патологическая анатомия, лабораторная генетика, судебно-медицинская экспертиза, ультразвуковая диагностика, дерматовенерология, общая гигиена, эпидемиология. Следующая кафедра, это, можно сказать, стоматологический блок внутри нашей ординатуры. Здесь курируется кафедрой стоматологии и эпилатологии Хафизовым Раис Габасовичем. Он является доктором медицинских наук, профессором, также научным руководителем клиники стоматологической имплантством. Что же здесь мы предлагаем нашим абитуриентам? Это ортодонтия, это различная стоматология детская, ортопедическая, хирургическая, терапевтическая, то есть стоматология общей практики. И крупный хирургический блок, назовем его специальности, представляется у нас кафедрой хирургических болезней после дипломного образования. Руководителем является представитель Республиканской клинической больницы. Наш доктор медицинских наук, доцент, профессор Бурмистров Михаил Владимирович является заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы. И здесь входят специальности хирургического блока, такие как анестезиология, ренематология, акушерство, гинекология, хирургия, тракальная хирургия, челюстно-лицевая хирургия, травматология, ортопедия, урология, кафедра хирургии акушерства, гинекология под руководством Зинчинга Сергея Викторовича у нас курирует врача-онколога, уточню, врача-хирурга, курирует такие специальности, как онкология, атериноларингология, офтанмология, рентгенно-эндоваскулярная диагностика и лечение. И в прошлом году у нас открылась новая специальность управления экономикой фармации, здесь курирует Шакира Вадиляра Хабилевна, доктор фармацевтических наук, профессор. Это касается тех опорных кафедр, на которых у нас базируется образовательный процесс. Вместе с нашим центром, центром последипломного образования, мы организовываем каждую минуту учебы наших ординаторов для того, чтобы они получили достойное образование и вышли уже профессионалами. Много спрашивают ребята про бюджетные места. Наверное, самый интересный вопрос, а что же в этом году предлагает наш институт? Могу сказать, что у нас сейчас на данный момент зафиксированы по 29 специальностям бюджетные места. До 1 апреля текущего года на сайте приемной комиссии у нас будет вывешен план приема, где все заинтересованные смогут посмотреть, а по какой специальности, сколько бюджетных мест предусмотрено. То есть чуть-чуть надо потерпеть до 1 апреля, и тогда мы сможем дать конкретную информацию. Также фактически получается вот 13 специальностей, там у нас нет бюджетных мест, но мы готовы принять по договорам об оказании платных услуг. Опять же повторюсь о том, что 1 апреля информация о плане приема будет вывешена на сайте приемной комиссии нашего университета, и прием по программам ординатур, он ведется по нескольким условиям. Раздельно по бюджету и по контракту с выделением целевых мест, да чуть-чуть попозже расскажу, что такое целевое место, потому что многие тоже интересуются данным вопросом. Раздельно для мест, вот еще раз скажу, для целевых мест, для бюджетных и для платных мест. У нас раздельно идет прием по каждой специальности, то есть абитуриент может выбрать 3 вуза для подачи своего заявления, и внутри каждого вуза выбрать еще несколько специальностей для того, чтобы попробовать усилить свои шансы на поступление в тот или иной вуз, который ему интересен. В прошлом году сроки начала приема были 1 июля. Думаю, что в этом году они также установятся вот и в этот период с 1 июля по 12 августа. Это время, когда наши абитуриенты смогут подать заявление. Как же вообще подавать заявление? Мы готовы принять заявление в трех способах. Самый комфортный для наших абитуриентов, самый удобный, это через сайт университета, через личный кабинет. Доступ сейчас искать не надо, доступ появится только 1 июля, то есть когда будет открыт официальный прием документов. Тогда вы сможете уже дистанционно, не приезжая в Казань, если вы из других городов, например, то вы сможете дистанционно наши абитуриенты подать это заявление, прикрепить все необходимые документы и уже отслеживать статус своего заявления для того, чтобы было комфортно. Если же вдруг есть некоторые абитуриенты, которые лично хотят приехать и подать документы, тогда данная возможность тоже открыта. В рамках, в стенах нашего Института фундаментальной медицинобиологии, которая находится на Карла Марксе 76, будет открыт такой центр приема документов, где мы, сотрудники приемной комиссии по ординатуре, будем обслуживать всех наших абитуриентов в будни-дни. Третий вариант, как можно вообще подать документы, это через почту. Здесь нужно учитывать, конечно, сроки доставки, не опоздать, чтобы все документы дошли до сохранности заказными письмами, это тоже адрес будет указан на сайте нашего университета. И хотела бы обратить внимание, что подачи в электронном формате просто на электронную почту прислать и забыть у нас не используется. Мы так документы принимать не имеем возможности. Перечислять полный список пакетов, полный список документов, которые нужны по ординатуре, наверное, займет много времени, но скажу вот чуть-чуть, буквально несколько позиций, которые нужно все-таки сейчас уже задуматься. Первое это заявление о поступлении, дальше это у нас копия диплома обязательно о высшем медицинском или фармацевтическом образовании, дальше у нас необходимо предоставить документы, мы выгружаем из единого реестра аккредитации, методического центра, если есть справка об аккредитации или справка специалиста при наличии. Для парней это военный билет, естественно, СНИЛС, паспорт, ИНН, ну такой доступный, общепринятый пакет документов. И почему сейчас, я говорю, нужно задуматься о подаче документов, да потому что большой блок еще идут индивидуальные достижения. Индивидуальные достижения для при поступлении в ординатуру, наверное, это в настоящее время одна из базовых частей, на которые сейчас нужно обратить внимание и начать собирать эти документы. Многие спрашивают, как подтверждать эти документы, что же это такое? Первое, что вы должны сделать 1 апреля текущего года, заглянуть на сайт приемной комиссии и ознакомиться с правилами приема. И там как раз вот эти все наши критерии будут прописаны. Пока изменений по сравнению с прошлым годом у нас нет, то есть пока мы не получили никаких особенностей приема 23 года от Министерства здравоохранения. Если они будут, обязательно они будут вывешены на сайт. Уточню, что некоторые основные критерии, которые вот больше всех интересуют наших абитуриентов, да, при поступлении, это документы в образовании. Диплом дает целых 55 баллов. Как же его подтвердить? Да просто приложить скам диплома. Это трудовая деятельность. Что такое трудовая деятельность? Если вдруг вы во время обучения специалитета, некоторые ребята, обучающие на специалитете, трудоустраиваются. Как же подтвердить свое трудоустройство? А это дает от 15 до 150 баллов. То есть достаточно такие хорошие шансы для поступления. Берите справку с места работы на текущую дату момента подачи документов, пропишите туда ставку, потому что от доли ставки зависят ваши баллы. Пропишите туда текущую должность, которую вы занимаете в лечебном учреждении, и тогда вы можете приложить этого документа. Кто еще у нас получает баллы? Это различные победители Всероссийской Олимпиады, например, или стипендиаты президента Российской Федерации и правительства, сельский стаж, баллы не буду перечислять. То есть это можно будет посмотреть потом в правилах приема. И еще один блок, который всегда поощряется при поступлении, это общественная деятельность. Нужно тоже сейчас об этом задуматься. Почему? Да потому что участие в добровольнической волонтерской деятельности. Она дает баллы, которые можно подтвердить справкой с вашего института, который может дать вам дополнительный шанс на поступление. И, конечно же, есть некоторые баллы, которые дает сам университет. Данное право ему предоставляется в министерском образовании. То есть 5 баллов вы можете получить за то, что вы выпускник КФУ. Мало, но приятно. Вы можете получить 5 баллов, если вы, например, есть у вас статья ВАГ. Кстати, вот обращусь о том, что научная деятельность, она тоже поощряется. На специалитете необходимо об этом задуматься. На 5-6 курсах, пожалуйста, если у вас есть, например, статья, которую вы можете подтвердить выходными данными, которая входит в ядро научного цитирования или в международную базу научного цитирования, вы также получите дополнительные баллы. И здесь особенно много вопросов поступает, а будут ли суммироваться баллы внутри одного критерия? Не будут. Пожалуйста, сделайте одну статью ВАГ, пожалуйста, сделайте одну статью, например, ядро РИНС, и у вас эти баллы суммируются, но не надо писать, можно написать 10 статей, хотя это тоже очень приветствуется для вашей репутации в дальнейшем в ординаторе. Много вопросов обычно поступает еще по вступительным испытаниям. Что же такое вступительные испытания? Если вы максимально довольны своими баллами, которые вы получили при аккредитации специалистов, поясню, что такое аккредитация специалистов. После окончания специалитетов медикам необходимо пройти аккредитацию. Аккредитация проводится в методическом центре. Наш институт также проводит, у нас есть аккредитационный центр, в котором также мы имеем возможности, права и полномочия проводить аккредитацию специалистов. Тем самым он подтверждает те знания, которые он получил в течение, например, 6-5 лет обучения. И вот именно вступительные испытания, они принимают результаты тестирования, которые вы, например, в течение последнего года прошли. Если вас эти баллы не устраивают, а там баллы идут от 0 до 100, и аккредитация считается пройденной, если у вас 70 баллов. Если вы считаете, что я могу лучше, тогда центр после дипломного образования, институт фундаментальной медицины и биологии готов вам провести вступительные испытания в рамках в очном формате, в указанные даты, которые будут зафиксированы также 1 апреля. И вот тогда вы сможете, например, сейчас, получив там 80 баллов, пересдать на 90, например, 6, тем самым увеличив свои возможности для поступления. Так как нужно сказать, что вот чуть дальше я расскажу про целевой прием. Наличие, например, целевого договора не означает, что вы будете обязательно приняты, потому что внутри каждой категории бюджета, целевого приема, контракта между вами будет конкурс. И здесь каждый балл для вас идет в копилку и засчитывается. Что можно сказать по поводу того, а где же найти, как мне репетировать вот эту вот аккредитацию и тестирование для вступительных? Где же это найти? На сайте нашего университета в разделе приема документов будет ссылка. Сейчас она, кстати, актуальна на прошлый год, и вы можете пройти и учиться, да? А вы можете пройти, наши абитуриенты, все репетиционные тестирования методического центра. Там вопросы аккумулируются из всей базы вопросов, созданных Министерством здравоохранения Российской Федерации. И вы можете прямо вот с сегодняшнего дня начать ежедневно готовиться, наши абитуриенты, для того, чтобы опять же усилить свои компетенции и спокойно пересдать, например, вступительные испытания. Что же делать после того, как вы подали заявление? А где же смотреть итоги? Вопрос, почему такое возникает? Потому что многие теряются. Позвонить, подойти, спросить. Нет, все будет на сайте приемной комиссии. Для вас будет отдельная вкладка, всем, кто подал, вы сможете увидеть количество поданных заявлений, свои рейтинги, вы сможете посмотреть, как движется рейтинг по каждой специальности внутри каждого конкурса, внутри бюджета, контракта, целевых мест. Причем обращу внимание о том, что если вдруг целевой прием не закрывается, то эти места, они переходят в открытый конкурс. И все ребята, которые смогли подавали на целевой, могут еще участвовать в бюджетном конкурсе, если при этом, конечно, надо подать заявление на все категории, учитывая, что шанс бывает всегда. И возможности возникают тогда, когда они открываются, нужно этим пользоваться. И итог вообще всей нашей приемной кампании, наверное, работать в рамках приемной кампании нашего центра, это, конечно же, приказы о зачислении. Приказы о зачислении также вывешиваются оперативно в установленные сроки. В Министерство образования нам установило сроки, когда мы должны выпустить приказ после обработки всех заявлений. Вот это все тоже будет на сайте нашего университета. Ссылки тоже будут все подвешены. И хотелось бы вот отдельно еще блок рассказать про целевой прием. Почему для ребят это важно? Вообще начну с того, что же такое целевая квота и для чего это нужно. Понятно, что, может быть, многие уже смотрели, как поступить на целевое, когда заканчивали, поступали в специалитет. Но на целевой прием, самая главная задача его, это закрыть потребности лечебных учреждений, входящих в государственную систему, скажу, да, государственную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации, тем самым помогая лечебным учреждениям подготовкой необходимых специалистов. И именно для этого выделяется целевая квота. Нельзя сказать, что если мы говорили о 23, я перечисляла специальностей, которые у нас есть бюджет, нельзя сказать, что на всех будет целевая квота. Но в то же время, если целевая квота не будет заполнена, она перетечет в открытый конкурс, как бы внутри бюджетных мест. Целевой прием достаточно процедура, которая требует внимания, но она не настолько сложна, как кажется. То есть уже сейчас вы можете выбрать лечебное учреждение, которое готово будет вас взять, труду строить после того, как вы пройдете обучение в ординатуре. Потому что ординаторы котируются больше на рынке труда в медицинской области, потому что компетенции, полученные в рамках ординатуры, они более эффективны, они практикоориентированные. И поэтому многие крупные лечебные учреждения государственной системы Министерства здравоохранения, они, конечно, заинтересованы в наших целевиках. На данный момент, например, в нашем центре обучается 100, ровно 100 целевиков, которые разъедутся после окончания университета в различные регионы Российской Федерации и Республики Татарстан и будут уже осуществлять свою трудовую деятельность, исходя из запросов нашего министерства. Где искать документы для целевого приема? Первое, конечно, это же региональные представительства Министерства здравоохранения, то есть вам необходимо нашим амбитуриентам зайти на сайты, например, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, там есть отдельная вкладка «Целевой прием». Например, пусть это будет Министерство здравоохранения Ульяновской области или Пермского края. Вы заходите туда и смотрите, какие документы, когда они принимаются и как они принимаются. Обычно это бывает соглашение между лечебным учреждением и вами, нашими амбитуриентами. Это бывает заявление на целевой прием, и также это идет уже после этого. Министерство заключает договор о целевом направлении, который нам и вы приносите, наши амбитуриенты приносят при подаче документов. Поэтому следим за информацией на сайте университета, следим за информацией по целевому приему. И обращу внимание на то, что Казанский федеральный университет не ищет, куда вам пойти по целевому приему. Не предоставляет списка и не направляет вас в те или иные лечебные учреждения. Это вы делаете самостоятельно. И после этого вы получаете целевой договор. Опять же, те, кто не поступил на целевой договор, имеют право пойти на бюджет, и между целевиками всегда существует определенный конкурс. То есть нельзя надеяться, что вы будете один-единственный, может быть, несколько целевиков на одно место. И здесь уже будут иметь роль, будет играть ваши как раз индивидуальные достижения. По поводу стоимости обучения. Сейчас мы можем ориентироваться только на приказ прошлого года, так как приказ ректора о стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры текущего года выйдет немножко позднее. Причем выйдет два приказа. Обычно мы готовим приказ по стоимости иностранных для обучения иностранных граждан и для граждан Российской Федерации. Стоимость она немножко разнится. Пока озвучу стоимость прошлого года для понимания. Кстати, вы спрашивали, что же такое ординатура. Наверное, как долго учиться в ординатуре, тоже актуальный вопрос. В ординатуре учимся два года. Но на данный момент есть две специальности, которые имеют другой срок обучения. Это среде сосудистой хирургии. Здесь мы учимся три года. И пластической хирургии с прошлого года у нас будет пять лет обучения. А все остальные учимся два года. И, конечно же, очный формат обучения. То есть нет очень заочной ординатуры. Нет заочной ординатуры. Есть только очная ординатура. Почему так сделано? Думаю, что, наверное, потому что очень важно, чтобы ординаторы присутствовали на практике, присутствовали на занятиях. Потому что им показывают, на каждой базе практики им показывают, как участвовать в операции. Им показывают, как накладывать, например, швы. Им показывают, как провести то или иное исследование. Это нельзя рассказать дистанционно. Это должно быть с глазу на глаз. И это нужно попробовать. И вот в этом самая сущность ординатуры. Когда ординатор и специалист пробуют, когда он руками это делает. И когда вот тут-то и появляется вот эта уверенность в том, что я это умею. Вот в этом и заключается самая, наверное, вкусная вещь в ординаторе. Поэтому ориентируемся все-таки на сайт университета и ждем приказ. В этом году в основном многие специальности были 214 500 рублей за год обучения. Чуть-чуть подороже были новые наши специальности. То есть офтальмология, рентген-эндоваскулярная диагностика, лечения. И самая высокая цена была по пластической хирургии. Там около 300 тысяч. В этом году, насколько будет повышено или нет, останется ли стоимость в таком уровне, надо подождать чуть-чуть терпения. Думаю, что этот вопрос в приказе будет полностью отражен. Вот, наверное, это основные моменты, которые обычно спрашивают у сотрудников Центра последипломного образования, где что найти и что делать, куда бежать. Вот я сейчас вам озвучила то, что первым приходит на ум у каждого абитуриента. И, вы знаете, когда у меня спрашивают, а какая программа самая котируемая, а куда мне пойти, а вот какой специальность мне выбрать, вы знаете, я никогда не могу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, повторюсь, ординатура – это осознанный выбор. Это ты, специалист, получивший, например, диплом по лечебному делу или по педиатрии, или по медицинской биохимии, биофизике, кибернетике, формации. Это ты должен выбрать. А куда мне пойти дальше по своему профессиональному пути? А каких высот я хочу достичь в карьере? Может быть, в государственной ветке, в министерстве здравоохранения. Может быть, я хочу стать главным врачом той или иной больницы. Вот это ваш выбор. Я не смогу на него ответить. А мы, институт фундаментальной медицины и биологии, он только поможет стать вам профессионалами. Я всегда говорю нашим ординаторам, вы будете профессионалами со взглядом победителя, потому что у нас для этого есть все. И все можно попробовать руками. И везде можно понаучиться. Замечательно. Большое спасибо за столь вводное, вступительное слово. У нас есть еще парочка вопросов, которые вы еще не ответили. С вашего позволения я буду их зачитывать. А в таком формате БЛИЦ. Давайте. Хорошо, конечно. Попробуем по-быстрому, потому что время эфира тоже у нас ограниченное. Подскажите, возможно ли к вам перевестись в ординатуру из другого медвуза? Данная возможность, конечно же, существует. То есть у нас есть регламент движения контингента Казанского федерального университета, который предполагает перевод из одного вуза в другое. Единственный здесь вопрос. На какую специальность вы хотите? Есть ли там, ключевой вопрос в чем? Есть ли там вакантное место? Потому что Институт фундаментальной медицины и биологии не имеет возможности принять больше, чем контрольные цифры приема. И вот если это вакантное место есть, вы подтверждаете, что у вас нет академической задолженности, о том, что у вас закрыты все предыдущие сессии. Например, вы хотите поступить к нам на первом году обучения. Тот, кто хочет перевестись к нам, он представляет академическую справку об отсутствии задолженности академической, и он представляет учебный план. Для чего это нужно? Чтобы понять, какая разница в наших учебных планах. Каждый вуз обучает по своему учебному плану. Есть дисциплины, которые образовательным стандартом, получается, соединяются, и мы можем их перезачесть. И вот тут, если все сложилось, тогда да, мы готовы вас принять. Продолжим тему переводов уже внутренней. Возможно ли вашему студенту перейти с платного обучения на бюджет? Возможно, внутри Института фундаментальной медицинобиологии действует комиссия по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатный. Опять же, оговорюсь, при наличии вакантного места рассматриваются все поданные заявления, и ординатор, который поступил на контракт и учится по договору при наличии оценок хорошо и отлично за последние две сессии промежуточные, при подаче заявления имеет возможность перевестись. Опять же, говорим, только если есть вакантное место в рамках контролинга цифроприема. Продолжаем. Следующий вопрос. Поговорили про бюджет, про контракт, про целевиков. Иностранные студенты, как с ними обстать дела? С иностранными студентами следующая ситуация. На данный момент в центре последипломного образования обучается 49 иностранцев. Это примерно где-то 12% от общего контингента, всего у нас 385 ординаторов по 43 специальностям. Нужно сказать, что география приема иностранных студентов достаточно широка, и с каждым годом она все расширяется. Например, на данный момент у нас есть представители Республики Узбекистан, Туркменистан, Кыргызской Республики, Украины. К нам приезжают также из дальнего зарубежья Иран, Иордания, Бразилия, Вьетнам. Как же могут поступить наши иностранные коллеги из других стран? Три варианта. Первое. Они могут поступить по гослинии. Это как бы в общий народе так называется гослиния, но фактически это квота Россотрудничества, которая предоставляется на бюджет. Второй вариант. Это когда иностранный студент ближнего зарубежья может получить статус соотечественника. Также это есть на сайте нашего университета, какие документы подать. И третий вариант. Это когда, исходя из наличия международных договоров между Россией и странами, например, Азербайджана и других стран, мы можем принять наших абитуриентов на бюджетные места абсолютно в аналогичном порядке, как и граждан России. Вот, наверное, три основных пути поступления в ординатору. Ну, кроме платного, естественно, если есть контрактные места. Теперь давайте поговорим о практике. Где они ее проходят? Если кратенько. Практика – это самая важная часть в образовательном процессе в ординаторе, потому что практическая подготовка дает практико-ориентированные знания. И у Института фундаментальной медицины и биологии более 180 заключенных договоров с различными лечебными учреждениями по Российской Федерации, Республике Татарстан, по нашим районам. И если затронуть именно ординатуру, то около 80 договоров с различными лечебными учреждениями. И наши ординаторы могут внутри одной специальности идти на несколько баз практик с ключевыми лечебными учреждениями. Перечислю, ну, давайте пять самых крупных наших партнеров. Это Республиканская клиническая больница, это городская больница номер 7, это онкологический диспансер, это кожный венерологический диспансер, это наши городские больницы 12, 16, 11. Но фактически вот нету в Казани, если взять Казань, лечебного учреждения, куда бы ни были направлены наши ординаторы. И это очень отрадно, и это очень радует, потому что только там они получают, кроме образовательного процесса лекций, семинаров, они окунаются в эту жизнь профессионала-врача. Может ли студент вашего института параллельно устроиться на работу в поликлинику? Вот такой вопрос у нас еще есть. Очень актуальный вопрос и очень часто задаваемый. Можно, если это не идет во вред обучению, потому что формат обучения у вас в ординаторе очный. Посещаете занятия, работаете, но не пропускаем занятия. Поэтому ответ можно. Когда у вас пройдет день открытых дверей? День открытых дверей именно по ординаторе планируется в марте. Обязательно сообщим об этом на сайте университета. Оговорюсь еще, если вдруг есть вопросы, которые хотят задать по специалитету, то день открытых дверей для поступающих в специалитет будет у нас уже на этой неделе. 19 февраля в 12 часов на Карл Маркс 74. А вот по ординаторе обязательно сообщим чуть позднее. Хорошо. Под конец эфира повторите, пожалуйста, где можно найти информацию для поступающих. Куда смотреть? Куда нажимать? Зачем следить? Необходимо следить. Первый вариант – это сайт приемной комиссии Казанского федерального университета. Есть раздел «Ординатура». Кликаем туда и три столбца. Когда подавать? Что делать? И есть ли я в приказе? Три столбца для вас. И также можно найти через поисковик, браузер, центр после дипломного образования. Есть вкладочка «Абитуриенту 2023». Там тоже мы дублируем информацию. Звоните, пишите. Мы готовы ответить. Большое спасибо, что смогли ответить на все вопросы и настолько подробно рассказали об ординатуре, да и в целом о работе Центра после дипломного образования вашего института. Несколько минут еще осталось. Если есть желание, можете сейчас обратиться напрямую к абитуриентам и направить их на верный путь. Ага, куда смотрим? В любую камеру выбирайте. Уважаемые абитуриенты, Центр после дипломного образования Института фундаментальной медицины и биологии открыт для вас душой, нашим образовательным процессом. И, пожалуйста, приходите. Мы готовы сделать так, чтобы вы были профессионалами со взглядом победителя. Большое спасибо, Алия Амазовна, что вы нашли время к нам прийти. Рассказали подробно о Центре преддипломного образования Института фундаментальной медицины и биологии. Надеюсь, еще увидимся. И еще раз, если потребуется, разберем все эти вопросы, которые нам придут до следующего эфира. С удовольствием отвечу. Это был КФУЛАФ для Института фундаментальной медицины и биологии. Увидимся совсем скоро. Счастливо. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова